Здравствуйте, уважаемые шашисты! Сегодня мы с вами проанализируем партии из микроматча между белорусом Виталием Новиковым и эстонцем Притом Локотаром, сыгранные на чемпионате мира по русским шашкам в Блиц. То есть партии с контролем времени 3 минуты плюс 2 секунды на ход каждого из соперников. В принципе, оба соперника в первой партии ошиблись и белые и черные могли победить. Ну давайте посмотрим эти партии. Сами партии не такие интересные, но вот анализ партии довольно-таки примечателен. Соперникам доставать жеребьевка дебюта летающая шашка. Белая шашка Ж1 летит на поле А4. Черная шашка Е7 летит на поле Ж5. Ну кажется, что позиция с большим преимуществом белых. Все-таки связка у черных очень неприятная. То есть обратите внимание, у черных еще отсутствует важная шашка на поле Е7. Ну и шашка черных отсталая на поле H8. Она находится в глубоком тылу и развивать ее очень сложно. Но в то же время, в некоторых позициях черные используют вот этот ударный кулак и получают даже преимущество в некоторых позициях. То есть обратите внимание, у белых отсутствует важная шашка опорная на поле Ж1. И черные могут воспользоваться вот этой слабостью. То есть позиция с обоюдными слабостями. В первой партии Виталий Новиков сыграл Ж4. Ну был еще интересный ход, связанный вот с таким построением. АБ4 мы рассмотрим во время анализа второй партии. Ж4. Здесь Придло Катар мог ответить как ДЦ5, так и БЦ5 с интересными возможностями. Но он ответил БА5, передавая инициативу белым. Виталий Новиков ответил ФЖ3 и Придло Катар ответил АБ6. Здесь Виталий Новиков разменялся. Ну, наверное, надо было уже бить на поле Д4. И после ФЕ5, ну, так скажем, у белых позиция была хуже, но еще были возможности ничейные. Но после вот такого размена у Придло Катара был очень красивый выигрыш, который полезно всем запомнить. Черные неожиданно отвечают БА7. То есть создают отсталую шашку на поле А7. Очень непонятный ход на первый взгляд. Парадоксальный. Но, тем не менее, только он выигрывает в этой позиции. Что хотят черные? То есть, если белые сыграют как-нибудь БЦ3, черные связывают и еще левый фланг белых. То есть, на обоих флангах белые связаны и очень быстро у белых закончатся ходы, черные победят. Поэтому, какие ходы есть у белых? Ну, ход ЕД2 невозможен. Из-за простого ФЕ5, БЦ5. Ну, и как говорит гроссмейстер Евгений Кондраченко, тоже белорус, черные за гребущими руками снимают шашки белых. Вот таким образом. Легко побеждает. То есть, ход ЕД2 в этой позиции невозможен. А как играть остается белым? Если белые играют СД2, то черные нападают ходом БЦ5. Ну, закрываться, я уже говорил, бессмысленно. Белые очень быстро проиграют. У них закончатся ходы просто. Поэтому приходится размениваться. Теперь черные нападают на шашку С5. Отходить надо. И черные легко выигрывают за счет того, что шашка белых на поле Д6, она гибнет. Черные остаются с лишней шашкой. Это был позиционный выигрыш за черных. Если же белые играют БА5, то черные создавали вот такие интересные комбинационные возможности. Черные отвечали резко ДС5. Ну, теперь ход БЦ3 невозможен. Из-за простого СБ4 черные выигрывают шашку и попадают на предамочное поле. Должны легко выиграть. Ход СД2 невозможен из-за простого СД4. А ход после ЕД2 черные играют ФЕ7. Опять создали, видите, ударный кулак. Ну, и после хода БЦ3 здесь уже можно разменяться вот таким образом. И черные выигрывают. Выиграв шашку и поставив ржон на поле Е3. В этой позиции у черных был выигрыш после хода БА7. БА5, ДЦ5. Ну, остается, по сути, единственный ход. ЕД4. Теперь черные бьют именно в эту сторону. И резко играют АЖ5. Что хотят черные? Черные хотят сыграть ФЕ5 следующим ходом и пройти в дамки. Поэтому у белых остается единственный ход. ФЕ3. Но после ФЕ3 черные остаются с лишней шашкой. Они играют СД6. Наносят удар с другой стороны. Побили, побили. И следующим ходом черные заберут шашку Ф6. И должны победить. Вот такой выигрыш был у Прита Ло Котара. Эстонца. Надо было в этой позиции, конечно, играть БА7. Но если вы не знаете вот этот выигрыш, конечно, его во время партии в Блиц невозможно найти. Поэтому, так скажем, это уже такой парадоксальный выигрыш. Показал вам вот такую красоту. Черные здесь ответили БА5. Белые разменялись на поле С5. И черные пошли БА7. Белые играют ЕД2. Готовят упор для размена. СБ6, ЕД4. Вот белые разменялись на поле Ф4. Обратите внимание, позиция черных стала подозрительной. То есть на этом фланге у черных три шашки. Бортовые, пассивные. На этом фланге вроде бы колонка, но особо тут тоже никуда не пойдешь. Белые стоят в центре. То есть заняли весь центр. Поля С5, Д4, Ф4. Позиция с явным преимуществом белых. Прид, Локотар, ошибся. Он сыграл ФЕ7. Ну и после этого хода у белых, по сути, был выигрыш. Ничья. Ничья за черных еще могла быть достигнута путем временной жертвы. Ходом АЖ5. Затем ФЕ5 надо играть. И бить на поле Е5. Ну, шашку отдавать бесполезно. Назад у белых будет даже хуже. Поэтому надо играть СД2. Вперед также бессмысленно бить. Черные сыграют ДЕ3. Ну и после размена такого позиция тоже будет равная. То есть и белые, и черные прорываются в дамки. Но у черных была интересная возможность, связанная с тем, чтобы побить назад шашку черных. Теперь как играть? Ну, надо играть АБ6. И белые играют АЖ3. Делают выжидательный ход. И одновременно подтягивают шашку Ж3 ближе к полю Ф4. Для чего это делается? Ну, давайте рассмотрим следующий вариант. Черные играют БЦ5. И белые в этот момент уже нападают на шашку Д4. И вот теперь обратите внимание, что если черные играют СБ4 и пытаются пройти в дамки, то белые отходят. Черные идут дальше. Белые отходят. Еще раз. Черные ставят дамку. Вынуждены. Ну и вот как раз шашка на поле Ж3 здесь включается в работу. То есть, на счет шашки Ж3 белые разменивают дамку черных и остаются с лишней шашкой. Вот для чего был сделан ход АЖ3 в этой позиции. АЖ3, БЦ5. ДЦ3. Поэтому в этой позиции за черных плохо было играть СБ4. Надо было играть ДЕ7. И снова решиться на временную жертву. А затем играть Е6. То есть, обратите внимание, у белых вроде бы лишняя шашка, но выиграть здесь не удается черных, потому что у белых отсталая шашка 1 и им мешает развиваться своя же шашка на поле Б2. Тем не менее, в этой позиции белые еще могли сделать одну ловушку. Сыграть БЦ3. И теперь... Ну, ФЕ5 надо играть. Чтоб белые могли сыграть Ж4. Если теперь черные нападают СБ4, то белые неожиданно выигрывают. Ну, кажется, вроде бы, если белые отжертвуют шашку черным, черные даже ближе к дамочным полям и даже могут, скорее всего, получить шанс на победу. Но это не так. Белые неожиданно играют АЖ5 и меняются. И выясняется, что позиция в пользу белых. Белые должны в этой позиции победить. Вот такой интересный вариант. Поэтому в этой позиции нападать опять-таки плохо. Торопиться не надо. Надо сыграть ЕФ4. И теперь, друзья, смотрите. АЖ5 невозможен из-за простого ЦБ4. И оппозиция в этой позиции уже в пользу черных. Видите? То есть, а как играть? Остается жертвовать шашку. Ну, лучше всего побить на поле С3. И белые нападают ходом АЖ5 на шашку черных. Ф4. Черные в третий раз жертвуют шашку. Ну, и здесь уже ничья становится очевидной. То есть, белые проводят свою дамку на поле АЖ8. А черные проводят свои две дамки. Ну, и позиция, конечно, 100% ничейная. Вот такая ничья была у Прита Локотара. После того, как он не выиграл. Еще раз. FE7. Пошел Прит Локотар. В этой позиции Виталий Новиков ответил FE5. Черные пошли ДЦ7. Ну, здесь черные пытались поймать белых на комбинацию. То есть, Виталий Новиков в этой позиции пошел GF4. А выигрывало все-таки за белых вот такой неожиданный ход BC3. А ход CD2 даже проигрывал. Черные могли провести в этой позиции комбинацию. АБ4, ФЖ5 и БА5. Ну, можно сыграть ЕД6. Теперь ход АБ4 невозможен за черных. Ну, там позиция, партия закончится ничей. Но черные продолжают давить. HG5. Теперь ход ДЦ7, ДЕ7 невозможен из-за простого АБ4. И черные выиграют. Поэтому приходится играть ДЦ3. Черные нападают. ЖА4. Ну и как играть белым? Какие-то шансы на ничью в этой позиции еще есть. После хода ДЦ7 побили. Надо отдать еще раз АЖ3. И поставить дамку на Б8. Здесь за белых есть шансы на ничью. Если же в этой позиции белые играют ДЦ7. И, прошу прощения, еще раз. Так, позиция после комбинации. ЕД6, АЖ5, БЦ3, ЖА4. Если же белые в этой позиции отдают шашку, вот таким образом, черные бьют на поле Ж5 именно. И если белые идут в дамки, то черные играют ЖА4. И белым некуда ставить дамку. То есть, в эту сторону не поставишь. Черные выиграют дамку белых. В эту сторону не поставишь. Черные проходят в дамки и должны победить в этой позиции. Приходится играть АБ4. Но после хода ЖФ4 уже приходится ставить дамку. Сюда опять бессмысленно ставить. Просто черные выиграют. Приходится ставить сюда. Ну и в этой позиции, опять-таки, у черных большие шансы на победу. Белые бьют. Черные бьют. Ну, идти в дамки беспрессленно. Белые не успеют пройти. Приходится жертвовать шашку. А после хода БЦ5, черные играют ФЕ5. Черным надо еще жертвовать одну шашку. Ну и в этом эндшпиле черные должны победить. в этой позиции. Ход СД2 был, конечно, невозможен. После ДЦ7 СД2 играть нельзя. Виталий Новиков ответил ФЕ5. Ну и как ответили черные? Черные здесь разменялись. Далее последовало Так, в этой позиции белые ответили ЖФ4. Черные разменялись. И после ФЕ5 черные пошли ЕД6. Белые побили так, ЕД6. Белые побили в эту сторону и затем разменялись ДЕ5. Ну, надо бить именно в эту сторону. Такой размен очень плохой. У черных остаются две шашки отсталой на поле АШ8 и АСИ. Надо бить в эту сторону. Далее в партии было. Позиция уже ничейная стала. АБ6, БА3. БЦ5, СБ2. Черные разменялись на поле Д4. Белые разменялись на С3. Черные разменялись на Е5. Белые сыграли АЖ3, АЖ7. АБ4, ЖФ6. БЦ5, ФЖ5. Белые здесь напали на шашку. Черные в черные отошли. Ну и в этой позиции была, конечно, ничья. Виталий Новиков тут грубо ошибся. Видимо, уже был жестокий цветнот у него. Он отдал шашку в эту сторону. И пошел в дамки. И белые, и черные проходят в дамки. Но обратите внимание, что черные затем проводят вторую дамку, затем проведут третью дамку, а белые не могут эту провести шашку. То есть черные построят боевую позицию, легко выигрывают. В принципе, здесь победа черных не вызывает сомнений. Дальше смотреть неинтересно. Виталий Новиков мог сделать ничью следующим образом. Конечно же, надо было играть СБ4 и затем СБ6. Ну и обратите внимание, как бы черные не играли. То есть, ну, допустим, поставили дамку на поле С1, не давая, допустим, поставить белым дамку на поле Д8 из-за простого ФЕ3. Но белые просто поставят дамку на поле Д8. То есть, обратите внимание, как бы черные не играли, если они начинают двигать свои шашки, то белые нападают и затем проводят свою шашку в дамки. если же черные играют таким образом, делая, нападают на шашку и отдают дамку и все-таки прорываются своей единственной шашкой в дамке и делают ничью. Вот такая ничья была у Виталия Новикова в окончании партии. Какие еще интересные возможности остались за кадром? У Виталия Новикова был еще один выигрыш. Тоже интересный. Давайте рассмотрим. ЖФ4 БА5 ФЖ3 АБ6 Размен вот этот плохой. Конечно, тут надо было играть БА7. Разменялись. Разменялись. ДЕ7 ФЕ5 ДЦ7 Вот в этой позиции Виталий Новиков сыграл ЖФ4 А еще был вот такой выигрыш связанный с ходом БЦ3 Давайте посмотрим, что могло возникнуть в партии. Если теперь черные меняются назад то белые делают неожиданный ход ЦБ2 и легко выигрывают Вот смотрите каким образом Если черные играют ДЦ7 грозят напасть на шашку белых Ц5 с поля Д6 Белые играют БА3 Черные нападают и белые неожиданно вот таким красивым приемом я такого еще не видел конечно нашел на компьютерной программе Тоши выигрывают ЦБ4 побили и ЖФ4 Ну надо бить сюда тогда белые бьют сюда и очень красиво побеждают Вроде бы кажется что у черных две лишние шашки у белых всего 4 шашки у черных 6 но на самом деле выигрывают белые Ну так бесполезно отдавать потому что оппозиция в пользу белых белые легко выигрывают Приходится отдавать сюда ЕД6 белые ставят дамку то есть ФЕ5 ФЖ5 ходить бессмысленно надо отходить тогда белые размениваются и бьют именно на поле Ж3 Ну и как играть черным если допустим черные сыграют на Б4 ну просто напали ушли и отрезали шашки черных по двойнику если черные играют на поле Д4 напали еще раз напали ну шашку надо отдавать отдали и надо бить на поле либо Б4 либо А5 ну лучше на поле А5 ну и теперь если черные либо меняются на поле Е5 либо просто играют Е5 белые нападают еще раз нападают третий раз нападают и выигрывают вот такой интересный Эншпиль а если разменялись ну то же самое то есть друзья 4 шашки белых побеждали 6 шашек черных очень редко встретишь такое интересное окончание партии как еще могли сыграть в той позиции черные Fe7 Fe5 dc7 bc3 ну в этой позиции еще был возможен ход hg5 теперь белые могли провести очень такое интересное интересную комбинацию cd6 побили ed6 побили и gf4 ну вроде бы кажется у белых 4 шашки и данка у черных даже 6 шашек то есть шашка лишняя но на самом деле в этой позиции черные очень плохая позиция то есть скорее всего в партии они бы тут проиграли ничья еще есть тяжелейшая ничья но я думаю на практике скорее всего тут бы 99% проиграла вариант форсированный тоже очень красивый ну еф2 надо играть белый играет cd2 грозят поймать черную шашку f2 не дать ей пройти в дамки надо жертвовать шашку и ставить дамку именно на поле e1 белые ставят дамку на поле f8 опять грозят выиграть дамку черных надо играть а b4 за черных ну сюда бить бессмысленно партия закончится в ничьей приходится бить на поле a3 теперь черный играет на поле e5 ходом f5 шашку надо отдавать бьют на поле a5 белые нападают на шашку e5 и теперь смотрите интересно ничья достигается именно вот таким образом черный играет bc5 затем cb4 ну белым надо переводить дамку на поле c1 иначе черные могут тут даже победить b3 ушли на поле c1 то есть если бы белые не ушли на поле c1 дамкой черные затем бы грозили вот такими ходами выиграть ушли на поле c1 и теперь черные красиво все-таки достигают ничьей ab6 напали bc7 напали и заняли большую дорогу ну и тут в принципе на любой ход белой дамки по большой дороге черные разменивают шашки занимают большую дорогу и легко делают ничью прямо такие учебная позиция в принципе я думаю что в блице такое конечно не найти то есть каскад жертв черные жертвуют три шашки были с лишней шашкой в итоге остаются без двух даже но все-таки делают ничего вот такие интересные моменты были в первой партии во второй партии все было довольно-таки прозаично то есть прийти локотар выиграл первую партию но и особо не заморачивался тут то есть сыграл cd4 виталий виталий новиков здесь пошел тари новиков здесь ответил fe7 то есть как раз создает ударный кулак грозит разменяться на поле f4 белый играет bc3 то есть дают разменяться но виталий новиков здесь меняется на поле c5 сохраняя свой ударный кулак белый играет очень пассивно играет cb4 и черные здесь меняются вот таким образом производят двойной размен опять непонятный ход делают белые уводят зачем-то свою шашку с поля f2 на поле g3 создали пассивный треугольник то есть преградили путь своей отсталой шашки далее в партии последовало g6 ab2 обе стороны развивают свои отсталые шашки черные здесь разменялись на поле g5 теперь нападение ходом g4 невозможно из-за хода b5 поэтому белые в этой позиции сыграли опять-таки непонятный ход ушли на борт вот таким образом черные здесь пошли а g7 bc3 и черные напали то есть у белых очень ослаблен их и так слабый правый фланг притва катар здесь еще закрылся ну и все после этого хода в принципе уже можно не смотреть позиция конечно легко выиграна за черных притва катар откровенно во второй партии пытался собирать на ничего но и был за это наказан конечно черные захватили все центральные пункты доски затем связали еще фланг белых ну там конечно легкая победа за черных если белые хотели достичь ничьей то можно было сыграть вот таким образом а b4 если теперь черный играет f7 то просто играем gf4 как играть теперь черным если черный игрок б опять то белые получают преимущество вот таким разменом ну и в этой позиции закрываться плохо позиция будет очень плохая надо размениваться за черных теперь белые захватывают инициативу играют fg3 ну и f6 надо а же 7 видите невозможен все равно их 6 придется сыграть d3 bc7 и f4 cb6 cd2 bc5 разменялись вот таким образом ну и я думаю что партия здесь бы конечно закончилась после такого размена быстрой ничьей еще один форсированный вариант белых был если бы черные вот в этой позиции а b4 f7 g4 если вы черные пошли bc5 тогда белые могли сыграть b5 ну и надо уже подрывать черным пункт е3 проходить дамки но это не приносит им победы вроде бы кажется вариант плохой за белых на самом деле он ведет к ничьей форсировано и белые черные попадают дамки ну черным бессмысленно ходить по двойнику потому что белые сыграют bc3 потом ех2 d3 и поймают дамку черных получат преимущество поэтому черным на самим ловить дамку белых ходом hg5 ну сюда бить нельзя проигрыш будет и cd6 ну и друзья обратите внимание как бы белые черные вернее в этой позиции не били либо таким образом либо таким белый град bc3 грозят поймать дамку за за одну шашку поэтому надо уходить на поле c5 белые здесь жертвуют одну шашку вторую ну и партия должна закончиться ничьей друзья вот такие интересные варианты остались за кадром этих партий так скажем за кулисами вы знаете мне вот анализ вот сам понравился даже больше чем партии потому что в партиях ну все-таки было довольно таки много ошибок во второй партии вообще приятла катар сыграл очень пассивно то есть отдал инициативу полностью черным но и в итоге проиграл в первой партии конечно еще была какая-то борьба конечно и оба соперника играли не безышибочно но так скажем боролись в оба за победу во второй партии как-то ну совсем без зуба сыграли белые 2 партия мне совсем не понравилось друзья если вам понравился анализ вот этих партий вот эти красивые варианты комбинации пожалуйста поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал до свидания